Здравствуйте! Сегодня вторник, 18 ноября. Вы смотрите «Новости Новороссии» в студии Екатерина Малова. Сегодня в выпуске. Радикальные украинские организации оказались в России вне закона. Продолжается расследование крушения самолета «Боинг-777». Луганск постепенно возвращается к мирной жизни. В начале выпуска информация о ситуации в Донецке. Разрушение подверг из жилых домов в Киевском районе. Попадания снарядов зафиксированы в четырех домах по улице Руданского, двух по улице Синявина, домах номер 33 по улице Прохладная, номер 12 по улице Новороссийская, номер 4 по улице Желябина. Кроме того, вследствие попадания снарядов и последующего возгорания полностью уничтожены жилой одноэтажный дом номер 4 по улице Руданского, гараж по улице Лескова 6, гараж и находящийся в нем автомобиль по улице Светлова 3. В результате артобстрела в Киевском районе зафиксированы также многочисленные повреждения газопроводов. В связи с этим без газоснабжения остались 147 домов частного сектора по улицам Руданского, Прохладная, Желябова, Синявина, Новороссийская и другие. Полиция ДНР сообщает, около трех килограммов наркотических веществ были изъяты сотрудниками Донецкого гороуправления полиции в одном из домов Петровского района. Подробности далее в сюжете. Около трех килограммов наркотиков изъяли сотрудники Донецкого гороуправления полиции в одном из домов Петровского района. Информацию о том, что здесь хранится марихуана, поступила по телефону в дежурную часть МВД. Сотрудники полиции сразу выехали на место. Мы следуем на чердак, по лестнице, где находится то, о чем мы сейчас говорили. Я поднимаюсь. Итак, проходим сюда. Чердачное помещение данного жилого дома. Имеем ряд пакетов. Пакеты расфасованы. Снимаем один из них. Видим, есть билочки соответствующим образом. Пока непонятно их предназначение, но все номерованы. Открываем этот пакетик. Смотрим. Измельченное вещество. Семейство Коноплевых. Всего на чердаке частного дома сотрудники полиции обнаружили 7 пакетов с марихуаной. По предварительной версии, наркотик выращивался в огороде. Причем хозяин пассивов тщательно следил за происходящим на участке. Во время осмотра сотрудники МВД обнаружили на заборе датчик движения и камеру видеонаблюдения. Датчик движения стоит. С этого датчика движения включается свет в огороде. И соответственно автоматически идет запись на видеокамеру. То, что происходит в огороде. То есть я сейчас дальше показываю видеокамеру, которая фиксировала. Вот мы видим видеокамеру, которая фиксирует все движение в огороде. И в частности направлена в данный момент как раз в то место, где предположительно выращивали коноплю. Обычному садовому огороднику не стоит, не нужны эти все штучки и прибамбасы. В конце лета наркоурожай собрали, сушили и расфасовали по пакетам. Откуда на чердаке марихуана хозяин дома заверил, что не знает. Говорит, эту часть дома занимал его сын. Чем он здесь занимается, не интересовался. Даже не лазил туда. Толуп туда поварился. Кто занимается у вас производством марихуаны? Никто не занимается. Не занимается? Нет. Ну как вы можете объяснить нахождение мешков этих штучек? Я не знаю. Сын хозяина дома признает, коноплю на дачном участке выращивал. Но утверждает, делал это не для продажи, а исключительно для себя. Для себя там это самое. Семена там хотел, как бы семена отбить хотел. На рыбалку, чтобы это самое, на карпах. А остальное все это самое с молоком сварить, как бы, ну, ну, как бы плохое, плохого качества получается. Сварить с молоком, ну, и выпить. Вместо пива получается. Подозреваемый работал охранником в частной фирме. Найденные у него мешки с марихуана изъяты и отправлены на экспертизу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. За хранение наркотиков ему грозит до двух лет лишения свободы. В Луганске бойцы ополчения предотвратили совершение преступления. Главврач тайно пытался вывести из городской больницы гуманитарную помощь, медицинское оборудование и даже кровь на территории Украины. Это поступила информация, что главврач Коваленко Николай вместе со своим сыном и со своей любовницей, которая работала здесь в больнице, вывозят имущество городской больницы. Именно вот этого, вот, приемная главврача, именно роддома. Сейчас вы зайдете, вы сами все прекрасно увидите, что собирался вывезти главврача сюда. Ну, вот это все, смотрите, сегодня зашла министр здравоохранения, она была в шоке. У него нету маленьких детей, у него нет маленьких детей, но он грузил даже памперсы, понимаете, лекарства, детское питание, водичку, все грузилось, грузилось оборудование. Вот чем занимался главврач больницы, что он пытался вывести отсюда. Документация, документация больницы, вот его деньги, он плакал, что у него нет денег. Эти деньги пойдут на выдачу заработной платы работникам, работникам роддома. Скажите, пожалуйста, где на данный момент он находится? Он выехал на ту сторону, ребята. То есть он сбежал? Мы ему не дали самого сделать основного и подлого. Мы не дали ему вывести то, что принадлежит именно городской больнице. И снова беспорядки в Киеве. Толпа забрасывает милицию камнями. 17 ноября служители порядка задержали нескольких активистов украинских националистических организаций, которые протестовали против незаконной, по их мнению, стройки торгового центра на массиве Осокорки. Среди задержанных оказались молодые люди, пытавшиеся снести ограду строительной площадки. Остальные пытались вызвать своих товарищей, окружив милицейские автобусы и забрасывая машины МВД булыжниками. В адрес сотрудников милиции звучала нецензурная брань и обвинения в продажности, требования ехать на Донбасс, а также напоминание, что задержанные активисты стояли на Майдане. Всего в акции принимали участие около 200 жителей микрорайона. Активисты заявили, что документы на стройку выдавались еще при Черновецком. Комиссия Киевсовета их еще не проверяла, общественное обсуждение строительства не проводилось. Кроме того, по их словам, стройка препятствует проходу к метро. В Украине назревают бунты из-за коммунальных тарифов. Люди начали не только перекрывать дороги, но и врываться на заседания местных советов. Эксперты говорят, что пока ситуация не критическая, важнее военные действия на Донбассе. Именно поэтому социальные бунты отходят на второй план. Но в следующем году тарифы на отопление вынуждены будут поднять еще выше. В городе Долинске в Кировоградской области группа активистов заблокировала работу местного гурсовета. Так люди протестовали против слишком высоких тарифов на отопление. В Кировоградской области они действительно самые высокие в стране. 12 гривен 35 копеек за квадратный метр. Тарифы на отопление в городе одни из самых высоких в Украине. Качество услуги оставляет желать лучшего. Мы не можем перейти на индивидуальное отопление, а тем, кто все-таки отсоединился от трубы, незаконно дочисляют значительные суммы, взимать которые берутся через суд. Так объяснили свою позицию жители. Милиция уже занимается расследованием инцидента. Под давлением людей горсовет задним числом узаконил отключение от централизованного отопления около 150 квартир. Но насколько законно это решение, трудно судить. Рассказал председатель Долинской райадминистрации Александр Ромащенко. Вот уже сегодня заявление на отключение написали еще 60 человек. Что будет дальше, сложно сказать. Хватало коммунальных бунтов и в Киеве, где несколько дней жители разных районов в столице прикрывали улицы, протестуя против отсутствия горячей воды и отопления. Не станут ли такие социальные бунты тенденцией? Политологи говорят, что если бы не было войны, то они уже захлестнули бы страну. В нацкомиссии по регулированию тарифов на услуги ЖКХ уверяют, что ставки до конца года точно повышать не будут. А вот повышение тарифов в 2015-2016 годах заложено в бюджете. Будет предварительно опубликован график повышения, чтобы население могло подготовиться. В рейтинге стран Европы по уровню смертности Украина выбилась в лидеры и занимает почетное второе место в мире. В 2014 году в Украине резко повысился уровень смертности населения. В частности, с начала года по сентябрь в стране зафиксировано 473 200 смертей и всего 355 тысяч наморожденных. Ранее в Минздраве Украины сообщили, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация со смертностью в Украине неблагополучна как для городского, так и для сельского населения. Эксперты считают, что показатели могут вырасти в разы в ближайшее время. Сегодня в стране наблюдается дефицит лекарств и вакцин. В частности, детей даже перестали прививать от туберкулеза. От этого заболевания ежечасно в стране умирают 4 человека и выявляется один новый заболевший. В Украине началась кампания против наблюдательной миссии ОБСЕ. Об этом сообщает постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Андрей Келлен. Он напомнил, что сейчас в миссии находятся 272 наблюдателя. Из них всего лишь 18 россиян, часть из которых находится на Донбассе. Сегодня миссию обвиняют чуть ли не в работе на Россию. Приводятся совершенно нелепые цифры. Пишут в прессе, что там находится до 80% россиян, причем разведчиков. Это полная ерунда, заявил Келлен. Радикальные украинские организации с сегодняшнего дня оказались в России вне закона. Верховный суд России признал их экстремистскими. Речь идет о правом секторе Украинской повстанческой армии и других одиозных объединениях. Они официально объявлены русофобскими. Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации о признании правого сектора экстремистской организации и запрете ее деятельности на территории РФ подлежит удовлетворению. Таково решение Верховного суда. В списке еще несколько организаций откровенно права радикального толка. УНАУНСО, Украинская повстаническая армия и Трезуб. По данным Верховного суда, эти организации пропагандируют насилие, а их идеология является откровенно русофобской. Бойцы Украинской народной самообороны набирались боевого опыта еще во время Грузино-Абхазского конфликта, где уже тогда имя командовал Дмитрий Корчинский. Сейчас он возглавляет националистическую партию Братства. Евромайдан в феврале этого года совершил госпереворот, в том числе и под стягами УНАУНСО. В марте Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении граждан Украины, состоявших в рядах этой организации, против Корчинского, Яроша и братьев Тегнебок. Их подозревают по участию в банде, которая еще в середине 90-х воевала против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов. Сейчас никто из них не скрывает, что смысл жизни видят в борьбе против России. Ситуация, сложившаяся вокруг расследования, крушение самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines под Донецком собрала людей на митинг в Гааге. Участники акции требовали ответов, в том числе и от правительства Нидерландов. До сих пор нет никакой информации о причинах трагедии. С момента крушения прошло уже 4 месяца, но нет даже предварительных результатов ее расследования. Более того, многое, например, переговоры диспетчеров и пилотов лайнера оказалось засекречено украинскими спецслужбами. Постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келлен надеется, что расследование все-таки будет доведено до конца. По его словам, хотя бы то, что голландцы вернулись на место трагедии и собирают оставшиеся обломки самолета, уже позитивный сигнал. Первый заместитель луганского городского головы Манолис Пилавов посетил детский сад номер 134, а также школу номер 2 и 20, пострадавшие в период боевых действий. Также он посмотрел, как проходят ремонтно-восстановительные работы в художественной школе. Летом детский сад номер 134 был поврежден в результате прямого попадания снаряда. Несколько групп остались без стекол. Также была частично разрушена стена и кровля. К сожалению, эти проблемы есть и в школе номер 20. Повреждены окна. Во второй школе и школе художественного воспитания окна, крыша и фасад. У нас 43 садика работают сегодня, и мы посмотрели, какие условия сегодня, на мой взгляд, хорошие условия сегодня создали наши коммунальные учреждения для детей. Полному восстановлению данных объектов препятствует острый недостаток стройматериалов. Ведь в городе до сих пор ощущается дефицит кровельных материалов и стекла. По этой причине в школе номер 20 не функционируют три кабинета. На сегодняшний день у нас 532 ученика. По сравнению с прошлым годом у нас было 1200 учащихся. Можно считать, что половина из них обучается в школе, и мы надеемся, что после Нового года учеников будет побольше. Работы по восстановлению данных объектов не прекращаются в настоящее время. Главное – это мир для всех нас. Эту простую истину понимают даже юные луганчане. Я хочу, чтобы война окончилась. Городская власть и дальше будет прилагать максимум усилий, чтобы вернуть жизнь луганчан в нормальное русло. Сегодня в Донецкой городской администрации состоялась очередная рабочая встреча, на которой был представлен отчет начальника ГАИ Донецка Евгения Сараева. Структура несколько изменена в нашем подразделении в ГАИ города Донецка. По какому принципу она изменена? Ну, оптимизирована штатная численность подразделения. Основной упор сделан на направление, связанное с надзором за дорожным движением. То есть мы стараемся максимальное количество нарядов выставлять на аварийно-опасных участках. А сколько сейчас выставляет нарядов? Я извиняюсь, Игорь Юрьевич, но это информация конфиденциальная. Я не могу давать информацию о расстановке, о силах и средствах. Не, не расстановка. Сколько, в принципе, сегодня? Достаточно, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на надлежащем уровне. Это в связи с военными действиями? Совершенно верно, да. Понял. Что, то есть структура осталась та же, да? Нет, структура поменялась. Основное, как я сказал, основное направление наше – это надзор за дорожным движением. Чтобы люди видели наряды, соответственно, чтобы нарушители, которые систематично, грубо нарушают правила дорожного движения, были наказаны. Для этого мы выставляем максимальное количество нарядов ДПС на уличной дорожной сети города. За четыре месяца у нас произошло с пострадавшими 130 ДТП. В этих 130 ДТП за четыре месяца, подчеркиваю, погибло 13 человек. И травмировано… Это гражданские или военные? Это все. Да. И травмировано, и травмировано порядка 180 человек. И естественно, что эти жизни и эти люди бесценны. Далее выпуск информации о погоде на завтра, 19 ноября. На этом у меня все. Далее новости спорта. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.